Расскажу вам интересный случай. Одной девушке мой знакомый, моей знакомой, поставили диагноз туберкулез придатков. Этот диагноз означает никогда не будет детей, шансов нет. Она сразу же взяла на воспитание ребенка, она же хочет детей. И как только она начала любить ребенка, туберкулез, до свидания, и в ней зачался ребенок. То есть первый был мальчик, который она взяла, и второй тоже мальчик. А потом она еще и девочка родила. Кстати, трое. Успех? Она сделала линейный поступок или нелинейный? Это называется поступок победы. Бежать на ветру и в холод, и в ветер с гриппом, это нелинейный поступок. Но не каждый может такие поступки совершать. Кто может? Тот, кто силен, обладает силой. Она сильный человек была, ну и сейчас. То есть она не простой человек, она взяла. А, и не то, что она типа, вот у меня никогда не будет своих детей. Ну, вы хоть и она будет. Нет, это не такое, человек. Она взяла радостное ребенка себе, потому что ей сказали, у тебя своих не будет. Но самое главное, она поняла, что это и есть мой ребенок. Потому что в ветерах говорится, родная мать, это не та, которая дела. Она ничего не делала. Бог ее выращивал ребенка. Она что-то делала, она там ничего же не соединяла, не разъединяла. Когда она зачиняла, она вообще ничего не делала, когда зачиняла. Ничего не делала, просто лежала. Она потом ничего не делала, когда он там рос. Когда она рожала, ей говорят, ничего не делай, расслабься. Если будешь что-то делать, вообще ничего не получится. Лежи спокойно. расслабься все будет нормально опять ничего не делала и тут она мать как бы та которая все делала воспитывала растила она не мать это не честно поэтому веды говорят мать та которая растила ребенка не так это рожал вот и думайте ко мне одна богатая женщина подходит говорит олегина что-то какая-то фигня идет у меня ребенок что-то нянечку больше любит чем меня верно срочно его нянчить вырастет и не будет любить она так и сделала и он начал ее любить кто родная мать от кого ребенок любит то и родная мать все очень просто и так эта девушка спросила меня она очень разумная она говорит как определить что я парня сбила с ног он начнет добиваться тебя а должна я сама в него влюбляться если ты влюбилась него первое значит ты слабая женщина ты недостаточно служила людям ты мечтаешь поэтому любилась а ты не должна мечтать ты должна ждать когда тебе бог даст должна быть сильная как определить что я скоро выйду замуж в тот момент когда ты почувствуешь что тебе уже не так сильно надо это значит что ты сильнее мужчин стала в этот момент ты выйдешь замуж и и предвестником это будет то что многие у тебя начнут на тебя смотреть ты будешь выбирать уже